Вместе победим! Урок мужества под таким названием прошел в стенах областного военного комиссариата, в ходе которого чествовали запорожских воинов и ангелов тыла. Наградили грамотами и журналистов за формирование позитивного имиджа вооруженных сил Украины. В преддверии Дня Соборности Украины запорожские военнослужащие и волонтеры собрались в здании военного комиссариата, чтобы вспомнить тех, кто отдал свои жизни за Украину и почти тех, кто встал на ее защиту. Особое внимание военное руководство уделило волонтерам, ангелам тыла. Ведь именно эти люди с самого первого дня мобилизацией обеспечивали бойцов необходимыми вещами, продуктами и снаряжением. Сейчас, отмечают сами волонтеры, потребности у ребят на передовой изменились, снаряжением обеспечены, а вот с техникой есть трудности. Потребы у хлопцев изменились. Если раньше нужно было купить форму, берти, возить зубную пасту и трусы, то сейчас эта армия обеспечена на ЗСУ, и мы возим рации, бензопили, а это стоит денег, и поэтому нужно доказать много усилий, чтобы эти деньги добиться. Форму не просят хлопцы, берти не просят, шапки не просят, уже эти часы ушли. Хаба, чтобы приехать на фронт и поспілкуваться, потому что они нас очень ждут. Ну, а уже не будешь машину пусту, если ты уже везешь хмаколики, какие-то там засоби особистой гигиени, те, что мают здатность закинчуватись. Наградили почетными грамотами и отличившихся бойцов 55-й артбригады и спецподразделения «Сармат», которые несколько месяцев провели в окопах, защищая родную землю. Не обошли вниманием и журналистов. Представителям СМИ тоже достались грамоты за формирование позитивного имиджа вооруженных сил Украины. Говоря о ситуации на востоке страны, военные отмечают перемирие мнимое. Враг сместил акцент своих атак на информационное поле. Не удалось ему збройной агрессией захопить 8 областей Украины, створить так называемый уже проект «Новороссия». То они зараз все роблять потуги. Дезинформационная кампания спрямована на то, чтобы расшатать ситуацию внутри нашей страны и изнутри. А Збройные силы Украины, они должны быть на чеку. Это наказ президента Украины, Верховного командующего Збройного силы Украины. И сейчас там, на сходе Украины, наши военнослужбовцы стоят в военнослужбовании, стримают российское террористическое группирование. Всего с момента начала мобилизации на воинскую службу призвали более 10 тысяч запорожцев. Сегодня большая надежда на контрактную армию, говорит Михаил Логвинов. Ведь сейчас контрактники получают более 7 тысяч гривен в месяц за свою службу. Однако военком не отрицает возможности начала еще одной волны мобилизации. Но пока никаких приказов не поступало, говорит он. В ходе мероприятия почти лиминута молчания тех, кто погиб в антитеррористической операции. С начала ее проведения Запорожская земля потеряла 106 своих сыновей.